Всем привет! С вами Сильвия. Рада, что вы заглянули на мой канал. Сегодняшнее видео будет посвящено конкретной части моей женской аудитории, а именно девушкам, у которых тип фигуры груша. Я как-то в одном из своих видео обмолвилась о том, что у меня именно такой тип фигуры, то есть худой верх, тяжелый низ. И сразу же получила очень много вопросов, а что я делаю, что это незаметно. Так что сегодня я хочу поделиться с вами своими, не могу сказать секретами, скорее трюками, которые поспособствуют иногда визуальному и иногда реальному уравновешиванию пропорции. Так что если вам это интересно, смотрите дальше. Начнем, пожалуй, с реальных способов уравновесить пропорции тела. И, конечно же, это будут упражнения. Упражнения направлены на раскачку верхней части тела и на поддержание в тонусе нижней части тела. Скорее всего понадобится пойти в зал. Конечно же, это не обязательно, но просто в зале легче добиться желаемого результата, потому что рядом с вами будет знающий человек, который что-то подскажет, что-то покажет и поможет правильно выполнять упражнения. Конечно же, можно добиться желаемого результата и дома, но тут к вопросу придется подойти более чем грамотно. И самое главное, чувствовать свое тело, чувствовать, какие мышцы, в каком из упражнений у вас работают больше всего. Начнем, пожалуй, с верхней части тела. Тут нам понадобится абсолютно любое упражнение. На самом деле, лучше всего работает притягивание веса за голову, на грудь, любые упражнения на трицепсы и бицепсы. Одним словом, все, что вы знаете, все прокатит, потому что самое главное раскачать, добавить мышечной массы на верхнюю часть тела. Что касается талии, то тут девочкам я бы советовала избегать упражнений, направленных на косые мышцы живота. Это мое субъективное мнение, но слишком сильно раскачанные косые мышцы живота способствуют расширению талии. А чрезменно расширять талию, по-моему, не стоит. Потому что это нормальное женское желание иметь узкую талию. Конечно же, многое зависит и от генетики. Если вас природа наградила уже от природы широкой талии, то это можно, грубо говоря, исправить за счет раскачанных бедер, за счет раскачанных плеч. Но дополнительно раскачивать косые мышцы живота и делать талию еще шире, думаю, никакой надобности нет. Но мы отвлеклись. Возвращаемся к нашему типу фигуры, к груши. Нижняя часть тела. Тут к тренировкам, к различным упражнениям придется подойти более чем осторожно. В свое время я напоролась на такую ошибку. Начитавшись различных статей, но смотревшись видео и послушав некоторых тренеров, я начала активно делать приседания с весом и выпады с весом. Я помню, мой вес доходил до 30 килограмм. И что в итоге? У меня раскачались квадрицепсы. Да, вот эта вот передняя часть ноги, которая когда раскачивается, становится выпуклой. И за счет этого ноги становятся шире. Вот против чего боролась, на то и напоролась. Поэтому сейчас я недавно снимала свою тренировку. Можете зайти потренироваться вместе со мной, где-то выскочит ссылка. Да, я там не делаю приседаний. Я не делаю выпадов. У меня другие упражнения, которые тоже направлены на создание такой красивой аппетитной попы, но и на то, чтобы ножки оставались худыми. Потому что если у вас уже от природы ноги довольно-таки плотные и мясистые, то дополнительно их раскачивать никакой необходимости нет. И еще кое-что. Девушкам с типом фигуры груша нужно иметь жирок. И с этим придется смириться. В свое время я дохуделась. Дохуделась буквально до чертиков. У меня торчали кости. У меня полностью исчезла грудь. Но вот ножки, бедра продолжали оставаться довольно такими увесистыми и массивными. Просто потому, что генетика такая. Против этого не попрешь. Ну, скажем, исходя из этого моего опыта, я поняла, что лучше иметь чуточку больше жирка в нижней части тела, но в то же время иметь этот самый жирок и сверху, чтобы кости так сильно не торчали. Потому что фигура, на которой хоть чуточку больше жирка, смотрится гораздо аппетитнее, чем фигура, где, предположим, да, очень сильно исхудавшее тело, и сверху торчат кости, а внизу прям такой шарик. Поэтому, девочки, не доводите себя до истощения. Это ни к чему не приведет. На самом деле, ваш ниц так и останется плотным, а верхняя часть тела просто исчезнет. Никаких диет с низким содержанием калорий, истязающих тренировок и прочего. Всего можно добиться за счет правильно подобранных упражнений, за счет грамотных тренировок, но истязать себя диетами, сидеть на одном свалательном листике в день, оно того не стоит. И раз уж мы так плавно перешли к вопросам питания, давайте поговорим про целлюлит. Так уж получилось, что девушки с типа фигуры груша больше склонны к проявлению, появлению целлюлита, чем девушки с любым другим типом фигуры. Так уж вышло. И нам с этим целлюлитом приходится бороться. Поэтому в своем рационе постарайтесь до минимума сократить сладкое, мучное, газировки, чрезмерное количество соли, жареное, одним словом, все вкусно. Ну просто потому, что это приводит к самому ненавистному целлюлиту. Конечно же, предрасположенность к целлюлиту генетическое дело, но и многое зависит от нас. Если мы будем держать себя в руках, то целлюлита будет меньше. Конечно же, можно так расслабиться, усесться на диванчике, лопать печеньки, говорить, я не виновата, у меня такая генетика, поэтому я и буду ходить с целлюлитом. Но можно взять себя в руки и поработать над собой. Конечно же, целлюлит полностью не исчезнет, потому что это нормально, если у женщины есть целлюлит. Но сократить его количество, сделать его менее заметным, это уже в наших силах. Теперь давайте поговорим об одежде для девушек с типом фигуры груша. Долго на этом вопросе я останавливаться не буду, потому что, уверена, многие мои подписчицы в нем разбираются гораздо лучше меня. Но все-таки расскажу, что я вывела за себя за 26 лет своей жизни. Во-первых, мне очень подходит школьная форма, поэтому одно правило из школьных лет у меня перешло во взрослую жизнь. Темный верх, сверху низ. Ни для кого не секрет, что темные оттенки, они визуально уменьшают объемы, светлые расширяют. Но есть еще одна такая фишка. А я не знаю, как так получилось, но у меня есть черные джинсы, и есть вот эти вот темно-синие джинсы с таким настоящим джинсовым цветом. И угадайте, в каких мои ноги кажутся худее? В этих. Я не знаю, почему так. Я не знаю, как это работает, но это факт, и я проверяла, что именно вот эти вот джинсовые оттенки, темные, они делают ноги более стройными, чем черный цвет. Для меня это секрет, но это работает. Еще кое-что. Бесформенная одежда. Скорее всего, от нее придется отказаться, или по крайней мере, не делать бесформенной нижнюю часть тела. Вы можете добавить объем за счет одежды на верхнюю часть тела, но если вы постоянно будете носить что-то бесформенное снизу, то это будет не очень симпатично, это будет только расширять ваши бедра визуально. Так что, да, можно просто подобрать себе что-нибудь, предположим, джинсы, они обтягивающие, они подчеркивают попу, а попа у вас уже наработанная, потому что вы потренировались, а сверху вы одеваете какую-нибудь обтягивающую маечку и какую-нибудь накидку, которая уже расширяет плечи, идеально подходит накидке с таким воротником, ну, под накидком я имею в виду или куртку, или жакет, или что-нибудь такое. Еще очень хороший вариант именно платья, короткие платья с каким-нибудь кардиганом с воротником, с курточкой с воротником, потому что подчеркиваются стройные ножки, подчеркивается попа, подчеркивается талия, но в то же время плечи, они визуально расширяются именно за счет вот этой вот накидки. Поэтому я обожаю вот этот переходной сезон из осени в лето, из зимы в весну, потому что именно в это время моя фигура кажется самой, что ни на есть пропорциональной. И еще, если, предположим, у вас темное платье, можно открыть плечики. Это тоже очень хорошо работает. Если на вас такое обтягивающее темное платье, открытая полоска кожи сверху, то она привлекает к себе все внимание, и уже, скажем так, никто не замечает, что у вас не совсем правильные пропорции дела. Ну и напоследок давайте поговорим про позирование, потому что сейчас красивый мир социальных сетей диктует нам свои правила. А именно, что нужно быть утонченной, изящной, худой, встроенной, привлекательной и прочее. Для того, чтобы делать красивые фотографии, для того, чтобы хорошо на них получаться, много правил знать не нужно. На самом деле всего лишь парочку. Во-первых, девушкам с типом фигуры груши не стоит фотографироваться, стоя прямо перед камерой с сомкнутыми ногами. Вот так вот. Потому что за счет этого они сливаются в нечто общее, и получается, они расширяются визуально. Ноги нужно немножко расставить, и они будут казаться тоньше. То же самое, если вы хотите перекинуть одну ногу на другую, вот в стоячем положении, да, завести одну ногу за другую, вытянуть ножку, постарайтесь делать так, чтобы между ними оставался некий зазор, и они будут от этого касаться тоньше. Если вы фотографируетесь стоя, то постарайтесь, чтобы вас снимали именно снизу. И снизу не просто вот присев, а немножко повернув камеру, вот так вот. Вот, пожимаем, это ровная камера, пусть ее немножко вот так вот повернут. Так мои друзья уже мастерски освоили позицию фотографа снизу. Да, потому что я девочка невысокая, у меня метр шестьдесят три, и именно за счет вот этих вот маленьких ухищрений ее на фото получают более или менее пропорциональной. И если вы решили снимать в сидячем положении, то есть вас снимают сверху, да, кстати, если вы снимаете верхнюю часть тела, снимайте обязательно сверху, тогда, скажем, это стул, не кладите ногу вот так вот, то есть чтобы ваши, грубо говоря, ляжки не расплющились. Немножко приподнимите ногу на носочек, и так они опять-таки будут казаться тоньше. Видите, ничего особенного, остальное уже дело вашей мимики, ваших актерских навыков. На этом, пожалуй, будем прощаться. Единственное, что я хочу сказать напоследок, не важно, какой у вас тип фигуры, на самом деле не важно. Важно то, что вы работаете над собой, что вы ухаживаете за собой, что вы посвящаете себе время, и что вы уверены. Потому что когда девушка уверена, когда она знает, что она красива, а, кстати, это знание не приходит с пустого места, она приходит именно тогда, когда девочка начинает работать над собой. Так вот, такие девушки другим кажутся красивыми, даже если это не всегда так. Девушка, которая несет себя в мир, которая чувствует себя красивой, так и будет восприниматься. Так что удало всяческие комплексы. Не важно, вы груша, вы яблоко, вы песочные часы, прямоугольник или прочее. Работайте над собой, ухаживайте за собой, и чувствуйте себя красивой и уверенной. На этом все, ставьте пальчики вверх, если это видео вам понравилось, подписывайтесь на канал, обязательно нажимайте на колокольчик, и заходите ко мне в инстаграм. Также оставляйте ваши комментарии, особенно если вы знаете какие-то дополнительные трюки, советы и различные способы уравновесить пропорции для девочек груш. Буду ждать с нетерпением, я читаю абсолютно все комментарии, и этот плюс один от меня. Мы скоро увидимся, пока-пока.